И всем привет, ребят, с Мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим замечательным анонсам, буквально только что я выпустил видос, связанный с Ультра Уикендом, и вот-вот у нас уже сейчас появился список обновлений, которые мы вместе с вами сегодня разберем, он оказался не такой обширный, но там есть интересная информация, которую мы вместе с вами сегодня обсудим. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале, на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры, в аккаунтике, устанавливайте ему личный такт, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного списка обновлений, то здесь у нас появляются следующие изменения, которые будут в игре у нас уже завтра. Появляется логика скрытия рубрикаторов при выполнении в них всех миссий. Рубрикатор обучения скроется для всех, кто выполнил там все миссии, то есть рубрикаторы будут наконец-таки закрываться, а не просто без миссий висеть. Рубрикаторы событий не будут скрываться до тех пор, пока действует их таймер, рубрикаторы ежедневных, недельных и особой миссии, а также рубрикаторы контрактов скрываться не будут. Ну и при этом на рубрикаторах будет показывать число незавершенных миссий внутри рубрикатора. Эта обнова уже была на тестовом сервере, я ее видел, поэтому в принципе это очень полезная вещь, которая уже с завтрашнего дня появится в нашей замечательной игре. HTML5 версия клиента для мобильных браузеров получила поддержку тач-управления и многочисленные исправления в UI. Соответственно уже начался переход на HTML5 мобильных телефонов. Пушка огнемет нерфится, это единственная пушка, которая нерфится в этом списке обновлений. Стандартный урон падает на 25 единиц, максимальный минимальный на 15, критический увеличивается минимальный на 10 единиц. Но при этом максимальный, в максимальной прокачке уменьшается на 25, перезарядка при этом становится тоже дольше. Ну и в целом это 100% нерф Жиги. И скорее всего после этой обновы Трис будет смотреться интереснее, чем Жига. Можно будет полноценно уже с завтрашнего дня все это дело сравнивать. Ну и посмотреть вообще, как она будет себя показывать в балансе. Если хотели бы увидеть завтра уже этот видеоролик, то в комментариях тоже это пишите обязательно. Ну и поддерживайте видос лайком. Устройство Пульсар больше не снижает шанс критического урона у всех пушек. Пушка Бонг получила поддержку овердрайва Викинга. Не понимаю, к чему это сделано и зачем это сделано. Скорее всего это для как раз таких гонки вооружений. А может быть у нас скоро захотят добавить Бонг в гараж. Или что? Или зачем? Не знаю, почему эта поддержка какая-то овердрайва Викинга произошла. Но ладно, не суть важна. Добавлен экран предупреждения о необходимости ручного обновления дес... Дес чего? Дес топного клиента для всех, кто использует устаревшую версию клиента. Не поддерживающий автоматическое обновление. Но я уже в принципе клиентом не пользуюсь. Играю через браузер. Поэтому в принципе мне эта обнова не к чему. А вот самое последнее. Очень интересно. Добавлено постоянно действующее спецпредложение подписки на танкойны со скидкой 90%. Это, я так понимаю, ежедневные танкойны, которые будут доступны на постоянной основе в нашей игре. Еще и со скидкой 90%. Я честно говоря не знаю, сколько стоят ежедневные танкойны. Просто, да. Дешевле они будут с этой скидкой 90% или нет. Но это спецпредложение доступно только для новых аккаунтов, зарегистрированных начиная с 23 числа. То есть завтрашнего аккаунта, если вы создаете АК, то у вас появляется на постоянной основе действующее спецпредложение подписки на танкойн. То есть это для всех новичков. Жестко, жестко. А я сначала подумал, что для всех игроков был бы, конечно, шикарный бонус. Если бы это работало бы для всех игроков, а не только для новых аккаунтов. Что-то я сначала вот этот комментарий не прочитал. И уже обрадовался, что донатеры смогут покупать ежедневные танкойны. Но получается только для новых аккаунтов. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Что вы думаете по поводу рубрикатора, по поводу баланса изменений жиги. Также, что вы думаете по обнове по мобиле. Ну и по ежедневным танкойнам. Пишите все свои мысли в комментариях. Согласны с моей точки зрения или не согласны. Поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также не забывайте подписываться на тележечку. Весь лайв-контент и вся информация по стримам выходит именно там. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.